девочки всем привет у нас очередная косметичка на 10 дней и давайте начнем с базы под макияж косметичка будет по обновленная я все сменила то что было у меня в прошлый раз все обновила девочки так что давайте смотреть база у меня будет от oriflame это подсвечивающая сияющая такая база и давайте посмотрим она немножко осветляет беленькая такая с приятным ароматом разглаживает рельеф кожи все как ей положено мне она нравится смотрите как хорошо осветляет ровняет прям заглаживает так прилично морщинки и вот буду есть удовольствием пользоваться тональник я себе отложила от faberlic это маскирует морщины spf 8 увлажняет кожу он такой жиденький в номере он у меня идет сейчас скажу девочки 62 25 не помню как оттенок называется но он довольно таки светленький и подходит он тоже для светлой кожи хорошо тоже неплохо скрывает морщинки видите девочки невидимый такой вот хорошо распределяется мне сейчас он подходит неплохо я не загорала еще как вы понимаете ну негде да и как бы нет условий пока у нас поэтому на загорелую кожу не знаю а вот сейчас он мне хорошо подходит приятно пахнет неплотный тоненьким слоем ложится то есть вот все все с ним хорошо консилер продолжаю использовать от reflame уже его совсем мало видите ли я достаю кисточку здесь уже почти ничего нет такого вот он тоже цвета не темный и думаю вот на 10 дней если хватит хорошо нет но возьму значит что-нибудь другое тогда неплохой консилер конечно не какой-то там сверх чудесной но свою работу выполняет база под макияж решила оставить я от от марка она мне понравилась такая вот бежевая плотно как плотненькая вот такая она какая-то знаете девочки в меру масляная найдет тоже анти-эйдж и ровняют немножко века выравнивает даже по руке можно заметить вот видите девочки кружочек деревья нанесла более такая кожа ровная становится следующее что у нас идет это давайте посмотрим скульптора я решила много в этот раз девочки не набирать и прям буквально по одной-две позиции меня вот будут косметички один скульптор допустим один бронзер скульптор будет это румяна от никс в оттенке 22 толп называется и это конечно не румяна это скульптор видите какой холодный такой сероватый оттеночек вот вот такой вот скульптор дальше сразу давайте перейдем к бронзеру бронзер я взяла который мне маша подарила это ривол де лупьянг называется компания кисточку я хочу это выкинуть она она мне не нравится как выглядит ой хочу с ним девочки что-то у меня видите немножко раскрошился у него такая мягкая податливая сама текстура пудрово-пудрово-кремовая и вот не знаю почему так случилось оттеночку такой надо им пользоваться либо переложить его куда-то вот смотрите девочки бронзер более теплые скульптор похолоднее такой оттеночек коробочка видите красиво это что-то не знаю почему у меня вот такая получилась заказе и давайте мы посмотрим с вами на румяна румяна я взяла из коллекции essence который называлась пэкман она была недавно представлена в подружке здесь аж целых четыре оттенка но это вот единственно румяна который я отложила больше не брала вот такие вот здесь начинают нежных таких весенне цветущих до ярких можно смешивать какие-то матовые вот какие-то съесть небольшим сиянием оттеночек ну соответственно если красненького добавить светленький то тоже можно дать чуть-чуть но и вот эти вот в первой плане я очень люблю такие светленькие использовать красиво смотрится теперь давайте хайлайтер посмотрим тоже взяла пэкман вот эту коллекцию оттенок называется 02 рэди есть еще один он более золотой я взяла вот таком номера красивый очень хайлайтер смотрите девочки какой прекрасный тип шампань что ли оттенок хороший хайлайтер у меня есть еще палец палеточка тени из этой коллекции но я ее вот просто не отложила и еще девочки у меня будет хайлайтер вот с такой палетки катрис обалденно видите дизайн и выглядят вот так вот как три бриллиантика они очень хайлайтеры такие знаете вот жирные какие-то из космоса видно да смотрите даже если их распределять там пытаться как-то вот растушевать все равно будет но эффект вот из космоса видно обалденное сияние и как всегда девочки я обязательно что-нибудь забуду и собьюсь пудра я вам не показала пудра я отложила 2 1 будет как всегда сияющая а другая просто матовая вот это очень мягкая она видите как-то даже немножко под кровь крошится этого это ну вайлд оттенок называется 7431 оттенок называется и она вот смотрите какая светленькая то него бронзером называют ее эту пудру тоже хорошо очень лежит на лице ничего не подчеркивает не сушит и вот от фармаси пудра она очень вкусно пахнет у нее чуть потемнее оттенок такая тоже пудрово-кремовая но чуть-чуть потемнее вот такая но и приятно так пользоваться эти тоже морщин не забивается она прям вот вкусно пахнет действительно каким духом теперь что давайте теперь брови посмотрим для бровей я продолжу использовать карандаш faberlic в номере 5563 он тоненький такой я вам уже показывал девочки такого оттеночка это для уголочков там для хвостиков и я у лена увидела она показывала вот такие палетки давным-давно я их купила от catrice это для оформления бровей палетки они у меня в двух вариантах один значит называется теночек сейчас я скажу вам 0 20 0 10 вот здесь у них и номера и давайте посмотрим в каких они оттенках сбоку открываются я что-то как не хотела пользоваться этим палетками тома не посмотрела дома почему бы и нет попробовала и мне вроде бы и понравилось тоненькой кистью такой скошенной сейчас данный момент вот душа больше к этой лежит палетки я прям ей хорошо пользуюсь эти не беру светлые и для подсвечения брови вот это можно как даже базу фиксировать макияж а вот это как что-то типа хайлайтер или узнаете одно время было модно под бровью как-то девочки подсвечивали вот такие вот посветли потемнее оттенки это я вам сейчас показываю 0 20 которая вот так и давайте сразу десятую покажу это более какие-то холодные вроде бы для брю не так больше подходит поэтому я как-то сейчас не не понравилось как она вот здесь вот этот даже не сияющий какой-то пудру вы скорее оттенок бьюти-хоум я их покупал все время какие-то копейки стоили эти палетки ну это прям вот кто черные волосы носит тому он подойдет такой сероватый какой-то цвет брови но я знаю девочки многие тоже любят вот такие именно брови кому-то подходят вот кто как кто к чему привык как говорится теперь девочки давайте туши туши не буду вам особо рассказывать я их уже в прошлой косметичке показывал вот это раз и две туши по одиночке как я уже сказала они плохо у меня работают мне не хватает это как-то кончики не прокрашивает faberlic а вот это не делает длины а начинаешь все сразу использовать то нормально как-то меня устраивает кисточки силиконовые здесь и здесь и в базе под тушь тоже база нравится девочки ну вы знаете да я уже не первый раз показываю поэтому ну повторять одно и то же нет смысла четыре карандаша от ламели вам сегодня покажу я их еще не показывала нигде я все никак не доберусь до обзора на бренд ламель у меня много всего много палеток сегодня только пока карандаши посмотрим они мне очень сильно девочки понравились лучше прям пока что-то не встречала наверное даже карандаши для глаз идет значит черные коричневые номера у них стоят 101 и 102 вот написано гель-лайнер они такие небольшие 17 граммов карандаши и вот так вот сделаны они тающие прям вот очень быстро заканчивается можно конечно тоненькую линию девочки вместе на водную когда линии их наносит что он быстро застывает и держится очень хорошо ну прям даже прекрасно держится коричневый тоже я использую иногда на нижнюю коричневый на верхнюю слизь только черный конечно там с тушью будет черный только сочетаться хорошо принципе коричневый тоже можно он довольно темный вот смотрите девочки без колпачка какой коротенький карандашик вот здесь где-то уже будет неудобно пользоваться ну то есть если красить стрелки он быстро тает он мягкий и поэтому вот лучше покупать два я лично заказывала с сайта с какого-то не помню продажи я их не видела у нас в улыбке ни разу знаю девочки в улыбке их покупали я не вот не видела поэтому если буду увидел нам два покупил и для губ у меня есть два карандаша в номере 01 и 07 вот такие девочки карандашики давайте посмотрим сначала 01 посмотрим очень классный мягкие прям вот шикарнейшие карандаши теперь седьмой номер тоже подойдут под все помадки но под нюдовые соответственно под яркие но я брала вот такие цвета которыми часто пользуюсь в обычной жизни и вот это вот мне кажется самые такие два ходовых оттеночкам и давайте начнем с двух помадочек от эстрады они будут у меня в оттенках 109 и 110 ведь прям подряд идут вот так они называются 109 мы с лены когда были в золотом яблоке там купили вот такой там тоже освещение кстати обманчивая и поэтому они на стенде немножко по-другому выглядели и даже вот я сейчас смотрю фотоаппарат они даже вам вот как какой-то цвет детской неожиданности а у меня просто коричневатый такой вот странно да как-то с этими помадами 110 она вот такая тоже вот вы видите прям темная а для меня она более в пыльную розу уходит вот такая какая-то они каремовые такие глянцевые помадки и заявлено как стойка губная помада но они не матовые девочки не знаю как насчет стойкости наверное перекус конечно переживут вот стойкая это вот такая fabi arlic новиночка в номере 404 64 классная помада вот мне она не сушила губу не очень удобный аппликатор и она вот такого цвета шикарного знаете она как ровно ложится очень понравилась помада хотела еще в каком-то оттенке купить но возможно при первом заказе faberlic куплю очень нравится еще у faberlic есть новинка тоже классная смотрите девочки в каком дизайне вот так на магнитная здесь крышечка номера 40 618 и вот так она сделана хорошая тоже помадка здесь якобы сыворотка какая-то идет не знали еще сыворотки но на губах хорошо сидит и оттенок красивый вот такой вот у нее приятный аромат приятный дизайн в общем хорошая линеечка появилась обновленную faberlic помадок вот этих там еще есть блески но я блеск не брать и бальзамы вышли тоже девочки хвалят надо будет попробовать лор мне подарил надеюсь она вернется на youtube вот такую помадку это немецкий бренд 183 дня такая помадка классно не на как ну с матовым финишем наверно и в то же время какая-то полу глянцевая мне очень нравится вот такую помадку отложила себе называется валит 143 это революшен тоже красивый цвет очень девочки она матовая смотрите какая обалденная это я на бьюти бы ее урвала на скидках она там было теперь аниме подарок из израиля по фармак b14 вот такая помада интересная карелайн очень мне тоже нравится я недавно и пользовалась ее можно вот так темно не делать я как-то девочки наносила и у меня сейчас не получается она на губах как-то разнеслась и получилось такой красивый какой-то коричневатый оттенок не такой вот темный дизайн очень приятный в руках держать одни подарки у меня теперь подарок от лена прекрасная лена подарила 982 номер это мэйбеллин тоже смотрите как какой цвет помады шикарный просто смотрите девочки обожаю какой красивый оттенок мэйбеллин тоже вкусно пахнет помадки их вообще люблю вот эти мэйбеллин супер матовая ли это матовая линия у помадок и я еще отобрала вот такой мне очень нравится блеск с 17 номер у него и он прям вот можно даже поверх помады девочки если хотите чтобы вам по как сказать более влажно было даже губы чтобы не тянула супер супер на любую помаду пойдет отдельно тоже можно красота да знаете как сияет девчонки прекрасный такой розовый есть супер просто их вроде бы то ли сняли то ли что-то не помню я вроде бы в распродажах участвовали эти оттенки и последние девочки три варианта это у меня будет тоже мэйбеллин я как-то их набрала блог акция может быть в подружке не помню вот такой оттеночек и этот номер помадки у нас 95 называется 95 это матовые застынут будут долго сидеть их вообще нет вниз не сдерешь ничем 80 красивый вот это 80 очень шикарный оттенок такой толстым слоем лучше не наносить девочки будет как-то липнуть тяжело сидеть желательно как-то с первого раза их красить они могут потом даже как-то собираться скатываться некрасиво сидеть и последнее десятый самый носибельный такой дример оттеночек ну то есть у днем и с ним проще всего ходить он видите какой красивый розовый смотрите девочки как они лежат красиво давайте поближе своим посмотрим на помадки ой как пахнет вкусно обожаю я конечно вот эти всякие красивые помадки красивые палетки вот какая прелесть прям смотрю и жалко и вытирать очень красиво сейчас конечно что-то впечатается потому что вот эти стойки и помадки они чем плохо стираются даже если прям вот не до конца сосохло начнешь стирать все равно след остается сейчас мы это проверим с вами и остаются нам только три палетки они небольшие девочки но очень красивые и интересненькие и палеточки у нас будут из коллекции катрис вот этой вот предновогодняя была коллекция в подружке мне палетки не достались осталось только палеточка хайлайтеров мне пришлось набить и холм их заказывать и вот так они выглядят две палетки будем с вами смотреть девочки они были две представлены как раз в этой коллекции небольшая палетка 7 и 2 грамма здесь 9 рефилов будут и первое что мы с вами посмотрим это вот такая розоватая гамма палетка под номером 0 c01 здесь есть глиттер вот серединочки ведь матов 3 шиммера и 1 глиттер так начнем значит шиммер раз шиммер 2 и 3 и глиттер вот такой вот очень красиво конечно это все 1 2 3 4 здесь смотрите один оттеночек как топпер с маленькими сияшечками очень хорошо это сейчас очень актуально смотрите все вот маленькая палетка все засунули и глиттер и сияшки такие переливашки давайте мы на сияшки получше посмотрим это вот этот оттенок с сияшками с такими вот девочки как он будет выглядеть я что-то размахнулась но зато все видно розовато красновато и коричневая супер да беленький один не будем трогать его вот такие матовые и и давайте вторую палетку посмотрим вторая палетка у нас будет c02 называться соу вейн вот так выглядит здесь тоже у нас получается глиттер и шиммера 4 раз два три четыре три матовых а 4 матов это у нас шиммеры смотрите довольно таки неплохо ой 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 какой девочки какой здесь глиттер с ума сойти посмотрите на это посмотрите на это вот так выглядит этот клитор впечатляет да супер просто и давайте теперь посмотрим на последнюю палетку которую я отложила себе на десять дней она тоже маленькая ее я недавно ну можно сказать недавно до купила в подружке в интернет магазине и выглядит она вот таким вот образом эта палетка от лавли там теперь представлен этот бренд я даже еще купила себе скульптурирующий палетку от лавли ну я показывала и в этот раз не взяла вот такая простенькая палеточка она маленькая здесь в граммах 6 грамм 6 грамм девочки всего на палетку на 9 рефилов это польский тоже бренд мне кажется это виба какая-то под под бренд здесь нигде а вот виба да смотрите девочки вот виба написано может быть какая-то дочерняя или как вот у революшн обсэйшн там у революшн про может какие-то подразделения давайте мы с вами посмотрим на эту палеточку здесь довольно какие-то мягкие матовые несмотря на то что немножко они крошатся вот это конечно очень симпатичный оттенок вот так смотрится все вместе матовые девочки очень какие-то крошливые сыпучие этот плохо видите как лег оттенок ужасно вот этот темный может быть там место какое-то девочки вот этот оттенок странный даже вот я думаю может быть рука там неровная вот уже здесь на где кожа более ровная пытаюсь нанести все равно он какие-то дырки видите делает не знаю на глазах не пробовала очень по-моему он капризный будет этот оттенок да он видите вот куда ни наноси какое-то как говорится недоразумение ну в общем вот так вот девочки красивая гамма да надо будет пробовать на глазах что из этого получится и все на этом моя косметичка кончилась девочки надеюсь вам она понравилась или хотя бы частично понравилась через десять дней у нас будет еще одна косметичка тоже может быть она будет обновленная потому что хочется действительно пользоваться новиночками как-то все брать все использовать вас я благодарю за просмотр вам всего хорошего здоровья вам вашим близким улыбок радости веселья позитива и до скорых встреч пока-пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok